Рыбакит Клуб. Главное увлечь рисовать. Плата один раз и за все курсы. Привет, я Ваня. И ты на канале Рыбакит. Сегодня я буду рисовать корзинку с цветами. Рисуй со мной. Рисуй, конечно, я всегда рисую просто. И сейчас то же самое. Смотри, корзинка у меня такая. Я рисую вот такой большой полукруг. Полукруг это значит незаконченный круг. Он большой круг, но у меня незаконченный круг. Правильно? Это моя корзинка. И она вот так будет идти. Вот эта корзинка. Вот она готовая. Корзиночка. У корзинки есть ручка. И мы нарисуем эту ручку вот так. И еще один полукруг. Прям такой же большой. И теперь это уже корзинка похожа на гирю, может быть. Так ее взял и понес, да? Гирю, корзинку рисуем аккуратно. Второй раз рисуем полукруг. Тогда у нас ручка становится более похожа на ручку. Она тоненькая и изящная. Отлично. Теперь нарисуем тесемочки. Или как плетется корзинка. Она плетется из каких-то веточек. Или коры, к примеру. И сейчас мы с тобой рисуем вот эту вот кору, которая заплетена. И мы ее рисуем, рисуем, рисуем вот так. Получается корзинка. Теперь мы нарисуем из чего состоит моя корзинка. Рисуем по очереди, не спеша рисуем. И как мы это делаем? Мы это делаем вот так. Мы делаем полоску, проводим. Она плетеная, корзинка плетеная. Второй раз полоску проводим, плетеная. Третий раз полоску проводим. Четвертый раз полоску проводим. И на этом закончили. Теперь будем рисовать плетение. Как оно выглядит? Мы будем рисовать палочки. Раз палочку. Два палочку. Раз палочку. Два. Раз. Два. И так очень быстро мы нарисуем много-много палочек. Следующие палочки мы будем рисовать сдвигать. Относительно этих палочек. Сюда сдвигать. Раз. Два. И получится как кирпичики. Как кирпичики сдвинутые они. И здесь. А похоже становится на корзинку. На плетеную корзинку. Мы как бы имитируем нашим, моим рисунком. Я имитирую корзинку. Такие кирпичики. Они плетеные. Туда-сюда. 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 Вот и получается корзинка у нас готова. А теперь цветы. Цветы очень легко рисовать. Я рисую, к примеру, какие-то белые цветы. Может быть подснежники. Они вот такие. Раз. Два. Три. Такие трехлепестковые цветы у меня. Вот отличные трехлепестковые цветы. И их легко тоже рисовать. Согласись. Очень просто их нарисовать. Раз. Два. Три. И я хочу их нарисовать. Хотя бы пять штук. Чтобы корзинка была полная. Полная корзинка подснежников. Хотя может быть это не подснежники. Я не знаю точно. Нарисуем стебельки. Стебельки. И листочки. А листочки не будем все рисовать. Потому что листочков много. И они будут вылезать отсюда. 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 И они будут, конечно, зеленые. Все остальное будет, к примеру, или белые, или желтые. Лепестки цветов. А вот наши листочки будут зеленые. И вот так мы это все сделаем. Здесь тоже листочков порисуем. Вау. Получилось здорово. И теперь наш линейный рисунок мы закончили. Мы приступим к раскраске. Раскрашивать очень легко корзинку. Мы возьмем коричневый цвет. Приготовь прям сразу. Светло-коричневый и темно-коричневый. Отличные цвета. После этого мы возьмем зеленый. К примеру, мы возьмем темно-зеленый и светло-зеленый. Я сразу все приготовлю. Ты сразу будешь видеть темно-зеленый. А и надо решить, какого цвета будут твои цветы. Я сейчас подумал и думаю, что розовый цвет идеально подходит для цветов. Для летних цветов, может быть для весенних цветов, может быть даже для летних цветов. К примеру, есть же летние цветы, которые розовые и красивые. Они очень яркие. Я добавлю в них немножко малинового. Тогда они станут еще более яркие и сочные. Смотри. Я немножко добавляю малинового. И они замалинелили. Как малинка такие, так яркие стали. Я раскрашиваю масляной пастелью. Если у тебя есть другие карандаши или фломастеры, это тоже будет здорово. Раскрашивай ими. Отлично. На чем мы закончили? На цветах. Теперь возьмем светло-зеленый. Светло-зеленым красим всю нашу листву. Ее много, и мы ее много аккуратно красим. Стараемся не залезать за края и на цветочки тоже не залезать. Очень. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Это несложно сделать. Именно светлым зеленым мы покрасили. Отлично и красиво у нас получилось. Теперь мы возьмем темно-зеленый. Следующий цвет. Если ты не успеваешь, то ставь на паузу. Я тебя подожду. А когда гонишь, говори play. И начали дальше раскрашивать. Конечно же, темно-зеленым мы красим все еще раз. А для чего мы делали сначала темный, потом светлый? Для того, чтобы у нас был какой-то переход, перелив. И некоторые листики светло-зеленые, некоторые темно-зеленые. Как в жизни. Очень хорошо получается из-за этого. Теперь я возьму светло-коричневый. Светло-коричневым я не буду красить вот так. Как карандашом. Видишь? Это очень медленно. Я положу плашмя его. Немножко наклоню. И вот так вот покрашу всю ручку корзинки. Одним мазком, можно сказать. Одним движением я все это крашу. Масляная пастель. Тема хороша, что красить ей очень легко. Не надо давить. Всегда рисунки получаются очень яркие и сочные. Уж тем более, если ты рисуешь летние рисунки. И это точно. А я рисую их много сейчас. Так что приходи и каждый день можешь выбирать какой-то летний рисунок. Я специально нарисовал много новых рисунков. И этот один из них. Мы светло-коричневым покрасили корзинку. И она здоровская. Но мне хочется добавить в нее объема. И немножко темной сделать ее. Чтобы она была как живая. Я немножко везде, в каждом кирпичике, я добавлю коричневого. Вот так. В каждом кирпичике я добавляю коричневого. И у меня получается еще лучше. Корзинка прям становится объемная. На каждом кирпичике. На каждом. На каждом. Везде, везде. Вау, здорово. И здесь я тоже немножко добавляю коричневого. И теперь-то я могу радоваться. Потому что моя корзинка летняя. Корзинка с цветами закончена. Немножко я добавлю тени. Совсем немножко. Чуть-чуть. Я не буду сильно давить черным цветом. Я чуть-чуть подтоню мою тень. Чтобы она была ровненькая. Может быть, обведу еще раз корзинку. Чтобы ее хорошо было видно. И вот корзинка готова. Легко нарисовать. Легко подарить маме или бабушке. Если ты хочешь такую. Можно сделать даже. Я думаю, открытка будет здоровски смотреться. Если ты нарисуешь такую корзинку. Она очень сложная. Ты не думаешь, что это легко. Хотя ты видишь, что это не сложно. Но все-таки пришлось нам потрудиться. Мы безостановочно работали минут 10. И это было здорово. Мне нравится рисовать. Я буду продолжать рисовать. Я прошу тебя. Свои работы фотографируй. Присылай мне в инстаграм. Делай сториз. Попроси маму или папу на их аккаунте сделать сториз. Это значит фоткать тебя, художника. И твой рисунок. Напишите на сториз собачка рыбаки 3. Этого достаточно. Чтобы я увидел и сделал репост твоей сториз. Спасибо тебе большое заранее. И приходи еще рисовать. Пока-пока. Рыбакит-клуб. Главное увлечь рисовать. Плата один раз и за все курсы.